Два десятка лет назад Вячеслав Зайцев построил себе дом в деревне Коблуково и сейчас там живет постоянно. 2 марта Вячеслав Михайлович отметил свое 80-летие, а две недели спустя получил памятный подарок от руководства Щелковского района. Разрешите мне обручить вам этот знак. Это решение Совета депутатов по своему вам знаку почетного гражданина. Можно повесить? Можно в таком виде? Можно? Можно? Извините, я не знаю, что я не делала. Самая высокая рада – это успеведение дежурного скача. Поздравляю вас. Жизнь кратка, искусство вечно. Сложилось правило в веках. В любви Творца все бесконечно. Талант и мастера рука. Мючо Фрадо, Пьер Карден, Армани, Слава Зайцев, Гуччи, Живанши. Словно в божественном крае дарит миру часть своей души. Вячеслав Зайцев передал в дар Щелковской художественной галереи несколько своих графических работ, эскиз костюмов, включая театральные. В 90-е годы на фетровой фабрике в Щелкове запустил собственную линию головных уборов. Этот проект в сложных экономических условиях позволил выжить предприятию. Это маленький наш вклад в том, что мы приобрели такого человека, такого мэтра, который известен во всем мире. А оказывается, он у нас проживает и творит здесь. Многие коллекции вышли из этого дома. Этот дом сам является музеем и творцом. Поэтому для нас это очень важно. Мы считаем это правильным. То, что было сделано, и этот почетный гражданин мы ему присвоили. Вячеслав Михайлович проживает у нас, очень много помогает нашему Щелковскому району. Мы очень гордимся его участием тем, что именно нам выпала такая честь иметь у себя в районе такого легендарного человека. Это достойная награда, заслуженная, это наше признание, наша любовь и наше уважение к этому замечательному человеку. Теперь к званиям почетного гражданина города Парижа и города Иваново, где родился мастер, добавилось и звание почетного гражданина нашего района. Это огромная гордость. Я гордый раз этим получили звание. Я считаю, что почеты Парижа и Иванова, это все в прошлом. А сейчас самое главное, что оценили Щелковская организация моей деятельности. Вообще сейчас я очень...